Роз до небес Не повезет, если черный кот дорогу перейдет А пока наоборот, только черному коту и не везет Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я В 60-е ее песни в унисон пела вся страна Да и поет до сих пор Она защищала черного кота А памятные всем строчки «Пусть всегда будет солнце» Исполнила так, что получила гран-при На знаменитом международном фестивале в Сопоте Но потом неожиданно исчезла с экранов Грандиозный успех и забвение Обожание поклонников И предательство близких людей Судьба была к Тамаре Мьянсаровой Щедра и беспощадно одновременно Год 1969 Концертный график певицы был расписан На несколько лет вперед Новость о том, что Мьянсарова уехала в Израиль Стала настоящим шоком Выступления примы отменялись по всей стране Все что-то на концерт И говорят, концерт отменяется Почему? Там сказала кассир, что она в Израиль уехала Все Я говорю, как это? Возвчера билеты продавали, а сегодня она в Израиль уехала Ну как такое может быть? Они что, не знали? Израиль был не единственной версией В Москве пустили слух, что Мьянсарова сбежала в США И теперь поет в одном из американских ресторанов Многие вздохнули с облегчением Вот она нам мешать не будет И может быть и мы найдем себе дорогу на большую эстраду Вот теперь Мьянсаровой здесь нет На самом деле в это время Тамара Мьянсарова находилась в Москве И не веря своим глазам наблюдала за тем, как словно карточный домик рушится ее мир На радио и телевидении запретили эфиры с участием певицы Документы названия заслуженной артистки, которые она подавала год назад в Москонцерт, неожиданно исчезли Нет и все Была и нет Где она и что она Было непонятно, была тишина, как говорится Что же произошло? Почему певица, которая считалась самой кассовой в стране, неожиданно стала персоной Нонграда? Ведь 60-е имя Мьянсаровой гремело не только в СССР, но и за рубежом Финляндия, 1962 год Международный фестиваль молодежи и студентов Мьянсарова в составе делегации СССР Она даже представить себе не могла, что ее ожидают фельсинки Третий день фестиваля Утром Тамаре сообщили Певец, который должен представлять Советский Союз, заболел Придется выступать ей Без подготовки и репетиций Певица приняла вызов Каково же было удивление нашей делегации Когда Мьянсарова получила главную награду фестиваля Золотую медаль Свой первый гран-при за рубежом У нее был удивительно сильный, чистый и непредсказуемый талант Она была ни на кого не похожа И в этом ее была и сила, и слабость Финские газеты прозвали Тамару Мьянсарова «Девушка Айлюли» То, что певица позволяла себе на сцене для СССР в те годы Было на грани приличия ПЕСНЯ ПЕСНЯ Удивляйся, обижайся вслед Гляди грустя, душ такая я как есть Паразольки, паразольки, паразольки в баржатане В те времена, когда все стояли по стойке смирно, шейка воротничок Она была такая, она отличалась от других ПЕСНЯ Она поражала людей, которые жили за пределами Советского Союза Потому что они видели человека, который приехал из-за железного занавеса Который вел себя так, как они ведут себя Она была естественная И люди поэтому во всем мире ее полюбили Тамара Мьянсарова смело шла на эксперименты Но это далеко не всех устраивало Например, песня «Солнечный круг», которую певица выбрала для конкурса в Сопоте Категорически не понравилась руководителю ее ансамбля Игорю Гранову Да, и накануне как раз приглашение, которое пришло из Польши Аркадий Островский написал песню «Солнечный круг» Ну вот, когда песню принесли, я посмотрел, мне показалось, что она малоинтересная В том виде, в чистом виде, который, так сказать, вот написано «Слова и музыка» недостаточно Это сейчас Игорь Гранов аккуратно выбирает слова А тогда, накануне фестиваля, он назвал песню «Примитивной» и отказался писать оркестровку Но хрупкая Тамара Мьянсарова проявила характер, настояла на своем, интуиция ее не подвела В Сопоте Тамара Мьянсарова стала победителем Впервые в истории СССР задолго дала Пугачевой Она пела разными голосами Там был голос взрослой женщины-матери Там был голос ребенка детский И она абсолютно естественно, свободно это исполняла Песня «Солнечный круг» была переведена на 18 языков Журналисты назвали ее «Гимном мира» Цену своего триумфа знала только Тамара Григорьевна Накануне международного фестиваля директор Москонцерта написал жалобу Мьянсарова не умеет петь и у нее плохой репертуар Певицу вызвали на ковер в Министерство культуры В Сопот она поехала разбитой, но все-таки сумела взять себя в руки Для нее простые слова «пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я» почти молитва Маленькая Тамара побывала в самом пекле войны Война настигла 10-летнюю Тамару в Минске Этот страшный день она в деталях помнила всю оставшуюся жизнь То, что мы увидели, то, что я в свои детские годы увидела Это нельзя ни с чем сравнить Я очень хорошо помню, как мы попали Мы были на поле и шел бой Я только помню, что мама накрыла меня с собой И говорила Томочка, не бойся, умрем вместе Вот эти слова Их забыть просто невозможно В 1944 году Минск освободили Но для Тамары война не закончилась По городу прокатилась волна репрессий Мама девочки тоже попала под каток В их дверь постучали ночью весной 44-го Маму Тамары отправили в лагерь, в Сибирь Через три года мать вернулась домой Именно она отвела дочь на прослушивание В только что открывшуюся школу для одаренных детей При Минской консерватории В музыкальной школе Тамара, тогда еще Ремнева Познакомилась с Эдуардом Мянсаровым Талантливым пианистом На два года младше ее Мы учились вместе с Эдиком Мянсаровым В школе Подружили пять лет И когда я уехала в консерваторию Поступила Он тоже приехал И мы стали Уже, как говорится, неразлучными И вскоре Тихо-тихо пошли и расписались Никому не говоря Расписались И я стала вот Мянсаровой Мянсаровой Тамара стала навсегда А вот счастливой Совсем ненадолго На втором курсе у пары родился сын Андрей Эдуард даже не встретил жену из роддома Молодой пианист сутками пропадал на репетициях А Тамаре после рождения первенца Предложили обучаться сразу на двух факультетах Вокальном и фортепианном Двое творческих людей Их пути, по-моему, разошлись естественным путем Поездки, он в поездках, она в поездках Я думаю, что это чисто бытовой, естественно, был вопрос Через три года супруги развелись Так прозаично закончилась первая, но далеко не последняя попытка Тамары Мянсаровой стать счастливой Она все на улыбочке, у нее такая очаровательная улыбка была Она такая хитриночка такая Ну, такая манера какая-то, не такая Ну, в общем, ее любили мужчины Не все могли быть мужьями Но, в всяком случае, она одна никогда не жила Выходить замуж второй раз Мянсарова не торопилась Ей 26 лет На руках маленький сын И мать пенсионерка Один телефонный звонок Решил ее судьбу Знакомый дирижер предложил поучаствовать в концерте эстрадного певца Гарри Голди Нужно было петь Тамара сначала сомневалась, но потом согласилась Ты глядел на меня Ты искал меня всюду На сцене ее яркую индивидуальность сразу же оценили Все происходящее казалось нам наяву 62-й год Тамара Мянсарова встречает в Кремле Открывает новогодний бал Это триумф Певицы аплодируют члены правительства И сам Хрущев Хрупкая Тамара приковывает взгляды Кто-то даже пошутил Как у этой миниатюрной женщины может быть такой голос? Казалось, сказка о Золушке неожиданно стала былью Один из секретов молниеносного взлета Тамары Мянсаровой Это ее образование Дело в том, что композиторы писали песни Только для уже известных исполнителей Все остальные крутились как могли Вечера напролет Тамара проводила у радиоприемника Ловила зарубежные мелодии И сразу записывала их по нотам А потом заказывала стихи на эту музыку Она одной из первых начала исполнять твисты Она начала популяризировать зарубежные песни На русском языке Победа в Сопоте и вовсе поднимает Мянсарову На недосягаемую высоту Певица в одночасье становится звездой европейского масштаба Когда мы после этого были на гастролях в Польше Значит, чуть не дороги розами усыпали В дворцах спорта Дикие перьяншлаги Вот как богиню встречали Сама Фурцева прислала певице Поздравительную телеграмму После возвращения с конкурса У трапа самолета Тамару встречали космонавт Герман Ситов Певец Иосиф Кобзон И директор Москонцерта Тот самый, который накануне Написал жалобу на певицу А теперь, встав на одно колено, рассыпался в извинениях Здесь потом все извинялись Что они не рассмотрели, что они что-то не поняли Но допустили ошибку Ну ладно, мы не обижались Нам дело делать надо было дальше Мьян Сарова за 10 лет получила гран-при на 6 международных конкурсах В Польше про нее снимают фильм-портрет И даже выпустили духи Тамара В Москве дали квартиру на Мосфильмовской улице Карьера на взлете А на личном фронте полный штиль Певица месяцами пропадала на гастролях Ей не до романов Выспаться бы Она человек очень непростой судьбы И несмотря на то, что всегда она с улыбкой Всегда как-то задорно и весело Жизнь ее так била и неслабо И заносила в разные регионы И женская судьба была достаточно сложной Один из поклонников Мьян Саровой был героически настойчив В коллективе певицы Леонид Гарин работал администратором И буквально преследовал приму И Тамара сдалась Брак продлился всего полгода А о причинах развода судачила вся столичная богема А потом она выпала в больницу Ведь Тамара в детстве переболела туберкулезом В Минске Гарин спутался с этой, как ее, круглого Подробности романа мужа Мьян Саровой и жены Кобзона Смаковала вся эстрадная Москва Пока Тамара лежала в больнице Леонид без стеснения водил новую пассию в рестораны В компании общих друзей Возил за город на машине жены Тамара ничего не знала Вышла из больницы, добрые люди нашептали Ну и Кобзону нашептали тоже Она ж жена Кобзона Вот после этого Тамара развелась Пережить эту трагедию помогла эстрада Певица снова взяла гран-при На этот раз на престижном конкурсе в Чехословакии Москонцерт подал ее документы Название заслуженной артистки Она приходит через год И просто поинтересоваться Директор Москонцерта уже новый был Он ей сказал А кто такая? Я не знаю такой певицы Принципиальная Мьян Сарова написала заявление Об уходе из Москонцерта С хамским отношением к себе Она мириться не хотела Тамара Григорьевна была уверена Что просто так ее не отпустят Вызовут, спросят, что произошло Ведь она была одной из самых востребованных артисток Но ее ухода словно ждали В 37 лет знаменитая на всю страну певица Осталась без работы Много лет Тамара Григорьевна Уверяла, что не знает Кто организовал ее исчезновение с эстрадой И только незадолго до смерти Проговорилась Причина опалы Ее несостоявшийся роман Со всемогущим замминистра культуры Она из-за этого замминистра Вынуждена была Одна из причин Вынуждена была Уйти из Москонцерта Потому что он ей предложил Как он, Тамара мне рассказывала Он ей предложил рассчитаться Ухаживание чиновника Тамара не приняла И очень дорого за это заплатила В Москве ей буквально перекрыли кислород Опальную певицу На 12 лет Приютила Донецкая филармония Она была очень Кротким, скромным человеком И все проблемы, которые на нее посыпались Это было от того, что вовремя Может быть не нашлось человека Который мог бы за нее постоять А дождь, как не кстати этот дождь Тебе ехать снова в эту ночь Своего главного защитника и опору Тамара встретит в украинской ссылке 48 лет У нее за плечами три неудачных брака Дома двое детей Младшей Кате 8 лет Но судьба на сей раз будет милосердна С четвертым мужем, Марком Фельдманом Тамара Григорьевна в мире и согласии Проживет до конца своих дней В этой квартире В Даниловском районе Москвы Прошли ее последние годы Ну я почти не бываю в этой комнате здесь Я только плакать начинаю, когда закажу Все как было при Тамаре, так оно все осталось Да здесь мне все дорого, понимаете Все, что касалось Тамары, чего она касалась Мне все дорого Тамара Григорьевна ушла летом 2017 года На стене иконостас из наград и фотографий На полочке те самые польские духи Названные в ее честь Этому браку предрекали недолгую жизнь Ведь Марк младше Тамары на целых 17 лет Но это не помешало им счастливо прожить вместе почти 40 Я влюбился в ее голос В 1975 году я пришел на концерт И спек торт сам Вот И после концерта зашел к ней И так мы познакомились лично А в 1979 году, по-моему, в январе месяце Она приехала Была с концертами Я пришел, она говорит Если хочешь, поехали со мной Я скрипач сам Ну я тут же на следующий день уволился С работы И так уехал Всего через полгода Марк и Тамара поженились И с тех пор почти не расставались Ты смотри, не забывай Это так огонечек Первый в жизни Самый первый А лунки цветочек Первый в жизни Самый первый А лунки цветочек Вместе ездили на гастроли в 80-е, когда Мянсаровой наконец удалось вернуться на московскую сцену И вместе торговали на рынке В лихие 90-е, когда концертов у певицы практически не было А у Тамары была шуба нурковая Она ее разобрала, распорола И шила шапки из нурки И подспорья была приличная На Измайловском рынке мы вдвоем ходили Времена тяжелые были, но каждый по-своему прошел это время В начале 90-х Тамару Григорьевну пригласили в ГИТИС преподавать вокал Певица призналась, студенты стали для нее отдушиной Работы на эстраде с каждым годом становилось все меньше Зато в стенах ГИТИСа она была востребованной Для некоторых своих учеников профессор Мянсарова стала и первым продюсером На меня знакомы с прекрасными композиторами Мы не просто с ней занимались музыкой, вокалом Мы с ней ездили в студию Она меня знакомила с прекрасными поэтами Тамара Григорьевна была очень справедливым педагогом И она никогда не создавала комплекс у студентов Никаких сющих пусть и не делала Но она с таким удовольствием делилась своими знаниями С таким удовольствием делилась своим опытом Она умела привязываться к людям, к своим ученикам И знала волшебные слова, которые раскрывали их дарование Личность И она понимала, что если этого не сделать То просто голосом, как говорится, никого не возьмешь Нужно открыть сердце, душу В разлуку к морю в ладонях озявших Печально несу я У моря Утром и ночью глаза на песке я рисую В 2004 году на площади звезд в Москве Появилась памятная плита Тамары Мянсаровой Она потом часто вспоминала этот день Как шла по красной дорожке А на огромном экране, странице за страницей Перелистывалась ее жизнь В последние годы Тамара Мянсарова редко появлялась на публике Свой 80-й юбилей встретила вдвоем с мужем С возрастом все чаще подводила здоровье Но Тамара Григорьевна не любила жаловаться Не просила помощи Даже когда очень в ней нуждалась Говорила, что благодарна каждому прожитому дню Ведь в июне 41-го года Она была на волосок от смерти Но судьба подарила ей 86 лет жизни И голос, который остался в сердцах миллионов навсегда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok